Больно. Очень больно осознавать, что вас, господа и товарищи автомобилисты, имели как могли. И чаша сия не прошла и мимо меня в том числе. Заметьте, за 9 лет существования автостопа всего лишь один, только кузовной центр от Автограда имел честь быть показанным в нашей передаче. У остальных дилеров просто нет участков кузовного ремонта. То есть на вас, за вашу гарантию, тупо наживаются, а машины делают где подешевле и где придется. Естественно, мастеру, видя обезличенную машину, абсолютно наплевать на качество, а тем более, когда тебя прогинают на мизера. Но, внимание, вы-то, либо ваша страховая платит по полной, вы вот, берем ценник дилера и к настоящим специалистам. Кстати, за ценами к дилеру, к дилерам обращаться и не надо. Есть независимые оценщики, за гонорар, способные отстоять ваши интересы и поставить на место страховую в суде. И поверьте, и отремонтировать свою, показка, и чужую, и отдохнуть, и выпить за ремонт будет на что. И если вы делаете машину настоящего специалиста, ни один приемщик по гарантии ничего не заметит. А учитывая мизерные зарплаты людей, работающих в дилерских центрах, им вообще на это наплевать. А вам полезнее прислушаться не только к моим советам. Мы очень счастливы шли в нашем районе. Это Крыловый поселок, что у нас есть такой Паша. Это наша палочка-выручалочка. Вот я недавно попала просто случайно, по глупости, в такую небольшую аварию. Но очень довольна, очень довольна. Обошлось, как бы мне недорого по сравнению с другими. И по деньгам. То есть не пришлось, как другие, ставить машину на стоянку, ждать запчастей, покупать дешевую нашу машину с ЦГА, там, за 10-15 тысяч, чтобы каким-то образом передвигаться. Вы через неделю буквально на своей же машине? Ну, немножко. Пришлось побегать, поискать кое-какие запчасти, потому что машина, ну, всегда на запчасти работает. Ну, все нормально, неделька. Самая, ну, недельку была без машины. И теперь сюда приехали масло поменять? В общем, я всегда буду ездить только к Паше. Очень довольна, очень. И все наши соседи, все сюда приезжают. Все ремонтируемся, только у Павла. Ну, а почему бы и нет? Поселок Крылова, а это единственное семейное место проживания без понтов и чванливости, без них же вступил в клуб «Феникс». Информация наша к увеличению этого клуба тоже способствует. И учитывая неуменьшающее количество учиться управлять автомобилем и ажиотажный спрос на новые консервные банки с колесами, думается, место недорогое и ответственной популярностью пользоваться будет. Видя такие восторженные глаза и такое количество положительных эмоций, работать хочется? Очень даже хочется, потому что любые положительные эмоции наших клиентов сказываются на наших эмоциях положительных. Есть такое ошибочное мнение, с моей точки зрения, что когда машина продается на базаре, люди на себе тельняшку рвут, шторые на части, говорят, что машина не битая ни разу. Такое вообще бывает? Нет? Ну, я не встречал таких автомобилей на нашем авторынке, да и на авторынках других городов. То есть хоть какой-то ремонт малейший косметический все равно производился. И следы его, как правило, всегда можно найти. И, по-моему, совершенно неважно искать следы. Главное, честно говорить, что было делано и кем было делано. Вот вы за свои машины в ответе? Да, конечно, мы за свою машину в ответе, за свою работу в ответе. Потому что здесь весь контроль качества я беру, как бы, лично под свой взор. И то, что делает мой жестянщик, то, что делает мой маляр, за все это я сам лично смотрю за всем. И вот в этом-то наверняка ошибка вот этих больших сервисов, да? Бригада из 20 жестянщиков. Кто подходил к машине? Главное, с какими мозгами, иногда еще из перепоя. Потом, кто шпаклевку накладывал? Потом все это дело ломается. Претензий никому не предъявить. Выгода все-таки за такими небольшими сервисами? Ну, я считаю, что да, когда маленький коллектив, когда тут все на глазах, все сразу понятно и прозрачно. Когда в большом сервисе там отдаешь машину одному, забираешь у другого, и, конечно, спрос там...